добрый день дамы и господа меня зовут яков файн вы находитесь на трушином теплом ламповом канале который называется будни америки я рад вас приветствовать на этом канале у меня есть еще два канала как вы знаете а может быть и нет это канал на котором находимся сейчас есть еще канал который называется карьеров и идти или айти и есть еще канал где я читаю сейчас я читаю книгу дженесис она же книга бытия соотворение мира и всяческие интересные истории что там происходит вот советую вам посмотреть поискать подписаться если вы хотите все ссылочки на все каналы находятся в описании каждому видео теперь начинаем сегодня начнем сегодня что мы будем делать что мы будем делать сегодня если у нас комментарии наверное есть наступила осень наступила осень пишет михаил андреас много людей смотрят сериалы дождливыми вечерами в свете просмотра кинолент хочется отметить что относительно копов и спецслужб стало больше объективности да есть мерзавцы коррупционеры и лицемеры америка начала избавляться от самолюбования фальшивого глянца я это очень приветствую я не заметил такой тенденции хотя я бы тоже был бы не против чтобы мы поменьше самолюбовались страна стала хуже как я писал или говорил недавно в видеоблоге но все-таки начали мы падать с довольно высокой высоты и человек кто-то мне написал тут в принципе правильно что а вот козьма пуртков пишет эх яков ваши бы здесь не очень да в наши страны да побольше сша сильная страна сильная своими инициативными трудолюбивыми гражданами если это не выбросит в угоду разовым теориям все будет хорошо главное чтобы до войны дело не дошло до войны не думаю что дойдет дело действительно сша эх би здесь не очень да в наши страны понимаете когда я говорю что стало хуже это я вам примеру который живет например в снг я говорю например ставьте себе что у меня mercedes который стал барахлить после там пяти лет или десяти лет а вы ездите на жигулях на на тройке жигулях например которая и столько же примерно ездит я вам рассказываю о том что вот уже звук не тот когда дверь закрывается у меня в мерсе вот и немножко там где-то царапинки уже есть и сиденья немножко уже не такие и дорогу уже не так кажется держит надо менять и колеса и вы такой думаете блин что мне рассказывать о своих проблемах у меня тут жигуль который вообще там я не знаю заведется утром или нет поэтому да я жалуюсь но жалуюсь как бы надо понимать что я жалуюсь на страну у которой хороший потенциал и я думаю что все вернется так что тут еще есть пишет мистер страйкер максим кац выпустил ролик про белым прошу якобы прокомментировать да я смотрел не весь этот ролик но может быть две третих или три четверти даже уважаю очень максима каца умнейший человек в этом случае конкретно движение black life matters первая половина была неплохая это была просто история движения а вторая половина не годится не годится вторая половина потому что максим здесь не живет и когда он начинает рассказывать о том что происходит у нас наверное происходит то же самое примерно когда я рассказываю что происходит у вас не живя у вас это как правило вызывает некую некое отражение неприязнь что он там понимает он не очень понимает это движение максим он не понимает и говорит о системном расизме которого у нас нет а он считает что он есть и поэтому оправдывает как-то это движение он говорил о том что они пока протесты в основном мирное что неправда почему это неправда потому что я это видел потому что я жил в нью-йорке я гулял по улицам если вы погуглите мой инстаграм скажем май июнь прошлого года я вы увидите море улиц с с витринами которые были забитые фанерой столько я не видел такого количества просто улицы забитые фанерой это магазин где люди потратили большие деньги назад то чтобы забить их фанерой на 5 авеню на медисон на других улицах потому что знали что будут погромы и били стекла и выносили вещь это называется мирная погром у мирный погром я называю то что было 6 января у нас в вашингтоне остальные ли не остальные а просто левая называют это не мирными погромами они называют восстанием некоторые с них даже сидят хотя ни у кого вообще оружие не было никого не убили демонстранты убили одного человека это убила полиция полицейский убил как называется полицейский конгресса убил эту женщину несчастную больше никто не не был убит никто не был побит понимаете ну ладно ладно дефанта полиция он говорил о том что они хотят убрать уменьшить деньги на полицию полный бред с этими деньгами полный бред я вам покажу сейчас например один пример что происходит в сети аптек сан-франциско я видел как во многих черных районах во многих черных районах люди требовали полицию забрать оттуда полицию когда там в основном преступления когда он говорил максим класс о том что больше убивают черных людей полицейские это не так это не так а если где-то и убивают то потому что черные сопротивляются аресту если в тюрьмах больше черных это потому что они делают больше преступлений а не потому что их чаще сажают чем белых понимаете а то что убивают черные черных постоянно и регулярно об этом не говорит никто и поэтому когда говорят black lives matter или all lives matter он так говорит ну all lives matter тоже правильно все жизни важны но попробуйте станете с плакатом all lives matter вас обвиняют в расизме короче максим кац в этот раз меня особо не порадовал не порадовал так что тут еще есть интересненького все больше ничего нет интересненького давайте поговорим по нашим темочкам темочкам которые интересненькие ну кто у нас самая интересная персона а назовите конечно же Джо Пайден старикашка Джо и когда когда я хочу сказать вам что сказал старикашка Джо что сказал я считаю что неправильно надо говорить что прочел на прошлой неделе старикашка Джо потому что он же не рассказывал он же не говорит он читает. Читает иногда с проблемами, иногда вот так путается, не знает слова, у него получается непонятно, что уже просто никто не обращает внимания. Понятно, что идет Белиберда. Но, в частности, в среду он прочитал о том, что в порту Лос-Анджелесском я вам рассказывал о проблемах перебоих с поставками. Теперь этот порт будет работать 24 часа в сутки. Это было его выступление. Почему раньше этот порт работал не 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, когда во всех других странах порты работали так? Ну, или во многих странах. А потому, что профсоюзы у нас есть. А профсоюзы не разрешали работать портам 24 на 7. Работали 40 часов в неделю, без овертаймов. Или, если овертаймы хорошо оплачиваемы, и суббота, воскресенье выходной. Но Джо Байтон сказал, извините, не сказал, прочел, что теперь будет 24 на 7. Как это профсоюзы выдержат такую наглость старикашки Джо, я не знаю. Ведь у нас Джо Байден это такой же, как пьяный Ельцин, только трезвый. Это такой у нас Джо Байден. Но в любом случае, как у Райкина было, помните, кто сшил костюм? К пуговицам претензии есть? Нет, пришиты насмерть. То есть, может быть, это и шаг в правильном направлении, 24 на 7 портам, но это одна и столько проблем, это проблем намного больше. Намного больше. И, в принципе, когда-то Рональд Рейтган сказал, Government, как он сказал, Government is not a solution to our problem. Government is a problem. Это он сказал 40 лет назад. Что это значит? Правительство не является решением нашим проблемам. Правительство и есть наша проблема. Сказано шикарно. Золотые слова. Господин Рейган, я вас уважал и уважаю. Идем дальше, идем дальше. Сходил в магазин Apple и первый раз за многие годы. У меня был плохой опыт, плохой experience, что кладется, ложится в ту же самую тему, как страна скатывается в хаос. жена мне решила подарить часы Apple Watch. Вышли как раз новая серия. Они уже в магазинах у нас. Седьмая серия. Мы пошли туда, а там ситуация всегда одинаково работала. Нас зарегистрировали, что мы хотим купить. К нам подошел человек. Какие-то вопросы, вопросов нет. Такая модель. Все. Он говорит, сейчас вам принесут из подсобки. Стандартная модель. И мы стоим. Жена пошла по делам, а я стою. Приходят 10 минут, я говорю, ну как, где мои часы нет? Пойду узнаю. Они ищут. They are looking for it. Что они ищут, когда уже до этого было проверено, что часы такие есть в магазине. Еще 10 минут они ищут. Еще 10 минут я говорю, слушай, иди уже в подсобку, найди человека, команды, которая ищет, и пусть они мне скажут что-то более конкретное, чем they are looking. Он стоит рядом со мной, он меня не бросает. Ну зачем он мне нужен? Мне нужны часы. Это магазин Apple. Такого не было никогда в магазине Apple. В другом, может, и было. А в Apple не было. И это показательно. Короче говоря, потом он пришел и сказал, они не могут их найти. Я, конечно, ответанул на эту тему, но я вам говорю, ребята, это плохой знак. Если была в мире одна компания, на которую я никогда не жаловался, даже когда у меня ломался компьютер, я шел к ним, и они меня обслуживали так, как никто и никогда. То есть я оттуда выходил с хорошим настроением. Сейчас нет. Это звоночек. Это звоночек, по моему мнению. Давайте-ка я вам покажу одну машинку. Это машинка из соревнований, которая называется NASCAR. NASCAR эти соревнования проходили у нас здесь. И девушка из NBC, репортер, брала интервью у победителя, Брэндон Браун. Она с ним разговаривала. Это такой класс. Это такой класс. Она берет интервью, интервьюер. А сзади толпа скандирует «фак Джо Байден». Она мгновенно, эта девочка, видно, такая шарп, быстро соображающая, поняла, что они скандируют. И она ему тут же говорит «слушай толпу». Она скандирует «let's go Брэндон». «let's go Брэндон». «Давай Брэндон». «Давай Брэндон». Моланюм. Ха, толпа скандирует «фак Джо Байдон». И это слышно невооруженным ухом. В общем, это движение ширится, растет и распространяется по стране. И теперь уже на многих стадионах нашей необъятной страны кричат зрители эту кричалку «фак Джо Байден». Уже не только на автомобильных соревнованиях, но и на разных других. Например, этот баскетбол, который в колледжах и так далее. Люди недовольны Байденом. И они это высказывают таким простым способом. Теперь давайте прочтем вот этот заголовочек. Walgreens Closing 5 San Francisco Stores Due to Organize Retail Crime. What are they talking about? Что это такое? О чем это речь? Walgreens – это одна из самых мощных сетей аптек. У нас аптека – это не просто аптека, ибо кролики – это не просто чудный теплый мех. Нет? Было. Там и продукты продают, и всякие вещи для косметики, шампуни. У нас в Walgreens рядом с аптекой двери ликероводочный магазин Walgreens. Но лекарства там тоже. Одним словом, еще 5 в Сан-Франциско закрывают, хотя уже до этого закрыли еще 5 в городе. Народ недоволен. Почему? Ну, потому что неудобно им теперь ходить далеко за лекарством. А почему же закрыли? А потому что воруют организованное преступление. Organized crime. Больше, чем если ты стыришь или по-английски sharp lifting. Sharp lifting – это когда воруют из магазинов. Если ты стыришь на 949 долларов, то тебе ничего не будет. Не круто ли? Ребята, приезжайте к нам в Сан-Франциско и тырьте, тырьте, тырьте. Причем прятаться особенно не надо. Взял кулечек, наложил туда. Ну, правда, надо с калькулятором ходить. У вас есть телефончик? Там есть калькулятор. Тюк-тюк-тюк-тюк. 949 долларов оставляем. Но уже на 951 или 50 все, стоп. Что главное в деле художника? Вовремя остановиться. И все, на 949 долларов товару идите с города поднятой головой, выходите из магазина и пусть охранник вам что-то скажет. Вы ему тут только на 949. Короче, организованная преступность стала обносить эти магазины. Магазинам стало дорого, они стали нанимать более дорогих, ну, не более дорогих, они стали нанимать охрану, которую раньше не надо было. они посчитали, прослезились и решили, что надо закрывать магазины, бо невыгодно. Бо невыгодно. Люди не платят, а воруют. Вот, а, видать, люди, которые имеют значение, а также и же с ними, с удовольствием пользуются тем, что они же кричали «Defund the police». И демократические, не демократические, а левые мэры этих городов, левые губернаторы вводили законы, которые говорили типа один раз не ананас, 950 долларов, ну, это оно бык дел. Это не кража, это не преступление, за которое надо садить в тюрьму, это мисс деминер, это административка. Это административка. Ну, ну, типа, как ты плюнул на улице или плюнул в кого-то. Ну, типа, не посажать тебя в тюрьме за это. Мы имеем то, что мы имеем. А теперь давайте поговорим опять о социальной медии. Медии. Посмотрим на эту чудную девочку. Девочка неплохая, честно вам говорю. Я не знаю у нее конкретно ли, но у таких девочек как она происходят нехорошие вещи. Нехорошие вещи. Teen girls are developing ticks. Doctors say TikTok could be a factor. Что это значит? Тикс. Конвульсии. Резкие движения. А также вскрики. Они вскрикивают. И говорят, что, скорее всего, в этом виноват тикток. В тиктоке собираются придурки, все придурки. Если ваш ребенок проводит часы в тиктоке, он или она идут на пути, чтобы стать придурком. И это в лучшем случае. В худшем случае, особенно, если это девочка почему-то, у девочек появляются конвульсии. Они там, в этом тиктоке, они рожи строят. Вот так. И это круто. И миллион подписчиков. Я мечтать об этом не могу. О таком количестве подписчиков. Потому что я вот так не делаю. Они делают. И если я вот так сделал, ну, один-два, вон, я там смотрю, один-два человека решили повторить, то на тиктоке все девчонки, они уже становятся это делать непроизвольно. Непроизвольно. Это болезнь. Они идут к врачам, к психиатрам, к этим, как, к психологам. Им прописывают лекарства. Лекарства не всегда работают. И врачи, в принципе, уже обалдевают. Еще это называется Tourette's Syndrome. Tourette's Syndrome. Вот, если хотите погуглить, поищите вот это, что это значит. Tourette's Syndrome. Вы понимаете, что происходит? У них-то, Трамп с ними боролся, но он боролся по другим темам, с тиктоком. Он не хотел их пускать в Америку. Это китайский стартап, который сделал это все. Трамп не хотел, чтобы у них хранились данные наших людей. Он говорил, что там могут украсть и коммунистическая партия. Вы понимаете. Но этот стартап, видно, сделал нечто. Опять же, какой-то искусственный интеллект, распознавание его образов, когда человек смотрит в камеру и работает с этим тиктоком, аппликейшн анализирует лицо и что-то там считает, высчитывает и показывает другие картинки, фоточки, видео, придурков, которые именно этому пользователю будут близки. Этот пользователь сначала начинает потихоньку повторять, потом не может остановиться. Короче, я не шучу. папа и мама, если у вас ребенок сидит в тиктоке часами, особенно если это девочка, тинейджер, запретите, как, не знаю, будет беда. Может не будет, а может и будет. Что там и все девочки да и девочки. Давайте поговорим о мальчиках. Вот это мальчик, да, вы знаете этого мальчика, вы помните этого мальчика, вы помните этого мальчика, и я помню этого мальчика. Это кто? Это бомбист, бомбист. Захар Тарнаев, Зохар, да, Тарнаев. Папа, Чеченец, мама из какой-то другой страны, переехали лет 15 назад в Штаты, получили гражданство, или гринкарты, не помню, с братом, в частности. Старший брат был тренером по боксу, там убил кого-то, но как бы непонятно было, он ли, не он ли, а это его младший братик. И вот в 13-м году, когда весь Бостон, красавец Бостон, красивый город, собрался, в апреле, это было 15-го, по-моему, на марафон, эти двое, два братика, вы видели младшенького, да, старшенького не хочу вам даже показывать, бы его убили и правильно сделали. А вот младшенький попал в тюрьму, его словили. За что? Что они плохого сделали? Для тех, кто родился ночью, напоминаю, они сделали самодельные бомбы из караварок и взорвали их, подложили на мирные демонстрации, не демонстрации, а на марафоне в Бостоне. Убили троих, ранили десятки или сотни, я уже даже не знаю. Короче, этому мальчику дали пожизненное, дали пожизненное, он все время подает апелляции, мол, типа, за что? Ну, пошутил, ну, убил, ну, big deal, big deal. Он подает appeals, appeals – это протест, протест ему, типа, не судите строго, ну, шутка неудачная оказалась. И вот последний апелл был на прошлой неделе, Supreme Court, Верховный суд рассматривал его, и вот тут пишут у нас в новостях, что, скорее всего, Захар Царнаев получит все равно, вернее, ему останется, это, как это, death sentence, смертельный приговор, высшая мера. У нас здесь это все не так быстро делается, у нас дается смертельный приговор, потом идут апелляции, вот видите, уже сколько лет, ему еще в 15-м году ему дали этот приговор, до сих пор идут апелляции, суды и так далее, а он там enjoy life в тюрьме, а может, и не enjoy it, а может, я не знаю как, меня это не очень волнует, но факт тот, что ему оставили этот приговор. Это, как говорится, good news, а что такое bad news, bad news, потому что у нас в Штатах сейчас мораторий на смертные приговоры для преступлений, которые сделаны на федеральном уровне, а это вроде бы подпадает под федеральный уровень. Если только внутри Штата, если Штат решил дать смертельный приговор, и в Штате он есть, то тогда дадут и, возможно, исполнить через лет 15, а на федеральных пока мораторий, так что мистер Царнаев будет и дальше enjoy it баланду тюремную. Теперь давайте поговорим вот о чем. Поговорим, давайте немножко поговорим о таких музыкальных темах, культурных темах, кино, мультики и так далее. Вот я вам хочу показать мультик, выйдет на Apple Plus, вот он, называется Harriet the Spy. Он выйдет на платформе, на платформе Apple TV Plus, выйдет когда он, где-то в 19 ноября он выйдет. И почему я вам его показываю, потому что вот вышел трейлер уже на этот мультик, чего-то я вам это показываю. Ну, одним словом, показываем, потому что мой старшенький Юра год работал над этим мультиком, мне он один, конечно, и их команда, вот, но он так занимал хорошую, там, играл хорошую роль, у него была целая тим, кстати, из Южной Кореи, и мультик уже закончился, то есть этот проект закончился, и 19 ноября выходит на экраны телевизоров Near You, которые находятся возле вас, поэтому посмотрите, если вас интересуют мультики. А я очень рад и горд своим старшеньким сыном Юре в данном случае. Теперь поговорим о других вещах. Поговорим о других вещах, а именно, раз уж мы говорим о музыке. Вот, посмотрим на эти джинсики, да? Что вы видите? Вы видите джинсики, а тут написано рядом The Rolling Stones, и тут написано Sticky Fingers. Sticky Fingers – это означает липкие пальцы. Это обложка альбома группы Rolling Stones, который вышел в 1971 году. Кто умеет считать, это 50 лет назад. И, в частности, в этом альбоме была пьесенка, которая называется Brown Sugar. И роллинги сказали, что все, больше они теперь эту песню петь не будут. Они ее пели 50 лет. Что же случилось? Может быть, песня стала не очень популярной? Нет, не в этом дело. Дело в том, что в песне там были всяческие словечки, которые уже сегодня нехорошо звучат. Тогда звучали хорошо, и 50 лет звучали хорошо. И там были слова, что корабль с рабами идет на Золотой берег, на Хлопковые поля. И там некто рабовладелец, а вернее, рабы эти были проданы на рынке в Новом Орлеане. И Sky Dog Slaver, его так звали, который был известен тогда. Ну, в этих кругах видно, он отлично работает, и после полуночи он там занимается сексом с девочками черными. Ну, насилует их фактически, а потом еще и хлыщет их кнутом. Brown Sugar. И Brown Sugar – это обращение, это значит коричневая девочка, это значит черная девочка. Почему ты так вкусна? Ну, потому что все молодые девочки так же вкусны, как и ты. Одним словом, осознали роллинги, что они были неправы, и эту песню они больше никогда не будут петь на своих концертах, чем я их и поздравляю. Вот так, ребята, такие у нас дела, такие у нас новости. Ну, это еще не все новости, ибо, а вот этого дядю вы помните? Его называли вторым гитаристом мира. Крутейший дядя. Эрик Клаптон. Эрик Клаптон. Я помню. 1972 год. 1972 год. Я ученик одной из киевских школ. Узнаю. Я тогда уже любил рок-музыку. Узнаю, что можно достать трафарет, с помощью которого на футболку... А, надо достать трафарет, потом пойти в хозяйственный магазин. Там продавали краски аэрозольные разных цветов. Такие... И если этот трафарет наложить на футболку, покупаешь обычную футболку однотонно, трафарет положил, а потом так сверху на этот бумажный трафарет, то получаются такие контуры. И внизу написано, что это группа Крим. Группа Крим. Где эта группа из трех человек, где, в частности, гитаристом лид-гитар, это был Эрик Клаптон. И мы ходили такие в этих футболочках. Тогда не было футболок, чтобы прямо купить футболку с картинкой. Но можно было бы... Мы сами делали картинки. Потому как гольно выдумки хитра. И вот выходит статья. NBC News пишет, что Эрик Клаптон... То есть, вернее, теории заговора по поводу ковида Эрика Клаптона отмечают грустный финальный акт. И его ругают, его поносят за то, что он высокомерно говорит, что нельзя заставлять людей делать вакцин. И он отказывается выступать в тех залах, где от людей требуется, чтобы они были только вакцинированы. И дальше статья его поливает в лучшем духе газеты «Правда» и «Известия» 70-х годов. А то еще и раньше. А то еще и раньше. Более того, теперь ему начали... Еще вспомнили, что, оказывается, в 1968 году, где Джимми Хенрикс... Ну, вы помните Джимми Хенрикса, супергитарист черный. Где Джимми Хенрикс тогда еще был в «Зените». Он уже тогда, оказывается, Эрик Клаптон обидел Джимми Хенрикса, сказав, что у него и у черных музыкантов вообще все песни на темы ниже пояса. Ну, мол, типа о сексе и так далее. И теперь это всплыло. Ну, как бы раньше интервьютура особо не пряталась, но теперь это всплыло. И NBC начали гнобить Эрика Клаптона. Что я могу сказать на эту тему? Фак NBC. Скандировать я не могу в единственном числе. Но если бы я был на стадионе, где играл Эрик Клаптон, я бы затеял эту нехитрую кричалку. И думаю, весь наш сектор на стадионе меня поддержал бы. Вот такая тема. Есть ли еще что-нибудь, что я хочу вам сказать? Уже 30 минут. Я думаю, что я неплохо поработал сегодня, 17 октября 2021 года, на теплом, ласковом канале, который называется, или я его так называю, Буднюю Америки. Будьте здоровы, благополучны. Enjoy your life. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok